Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос заключается в том, что автор, человек 29 лет, девушка, прожила с абьюзером 10 лет. Значит, в итоге он ее бросил, нашел себе более молодую. Ей стало, соответственно, плохо, и она решила его вернуть. Когда она его вернула, ей полегчало, они опять расстались. Теперь он обвинил ее в том, что она виновата в том, что они расстались. Вот, то есть ситуация получается такая. На данный момент автор вопросов плохо, ей кажется, что ничего хорошего в ее жизни не будет, никому она в ее возрасте не нужна. Вот, она не может работать, ей не помогает отвлечение. Баба, как бы, вот, она чувствует себя потерями, чувствует себя в такой, своего рода, ну, как бы, своего рода прострация ощущается. Вот, и, в общем и целом, ей очень плохо сейчас. Вот она говорит, что она просит нас, в общем-то, ей помочь. Ну, и ключевой момент, на мой скромный взгляд, здесь заключается в том, какой вы видите помощь. То есть, ну, как вы ее видите помощь. То есть, хотите ли вы, планируете ли вы работать с, ну, психологом, например. Или нет, потому что без помощи психолога вам вряд ли получится ситуацию изменить. Вот, это очень такой важный, как мне кажется, момент, потому что достаточно жестко у вас идет элемент. Собственного обесценивания себя, да, то есть, вы достаточно, достаточно жестко себя обесцениваете. Вы достаточно жестко к себе, к себе относитесь в этом смысле. Вы, ну, воспринимаете себя обесценивающе. И, собственно, поэтому вы и выбрали человека, который к вам, вот, ну, по большому счету, так относится. Вот. То есть, работать здесь нужно, в общем-то, с самонаценкой, работать здесь нужно, в общем-то, с тем, чтобы лучше относиться к, ну, к себе. Вот. И, на мой взгляд, это очень важный момент. Если вы к себе относитесь плохо, то, как бы, ну, ситуация и будет стакана, что вы, что вам будет относиться тоже не очень хорошо. Вы описываете ситуацию, где вы, по большому счету, не видите себя без другого человека рядом. Вот. И это очень важный момент. У вас нет внутреннего ощущения собственной ценности. Вы подавляете свои чувства, у вас есть высокие, высокие требования к себе, вы, скорее всего, живете, может, под такой эгидой контроля. Вот. И, соответственно, этот момент является системообразующим в вашей ситуации. Вот. Поэтому, на мой взгляд, работать нужно со всеми этими моментами. Также вы описываете ситуацию, при которой вам ничего в жизни как будто бы не интересно. То есть вы описываете ситуацию, при которой вы ничем в жизни не интересуетесь, судя по всему. Вы описываете состояние, состояние такого, я бы сказал, достаточно ригидного мышления. То есть, состояние ригидного мышления. Что это означает? Да, это означает, что довольно жёсткое, ну, мышление довольно жёсткое, стереотипное, не гибко. Судя по тому, как вы описываете себя и своё отношение к себе. И, на мой взгляд, от этого мышления вам также желательно отходить. Вот. Отходить, конечно, потихонечку, потому что, понятное дело, что сразу от него вы не обойдёте. Понятное дело, что сразу у вас не получится его поменять. То есть, более того, появится что-то вроде сопротивления. То есть, ну, то есть, вы будете сопротивляться. Вы будете сопротивляться изменениям. То есть, изменения вас страшат. Вот. И обратите внимание на то, что вы не формируете достаточно чётко свой запрос. Вы говорите просто, я понимаю, что не хочу его назад, да? Вот вы пишите, что, вот, значит, так, я не хочу его назад ни в коем случае. Я осознаю, что не люблю, но меня дико задевает, что у него новые отношения и даже больше, чем у меня в два раза. Да? То есть, вам, вот, у него всё отлично, хотя это он мне причинил боль и предал. Меня задевает не то несправедливость, не то, что я сама без всех тех благ, что у него. Да? То есть, вы всё время как бы боретесь за свою, скажем так, как будто бы ценность. Вот, всё время вы боретесь за свою ценность и всё время пытаетесь её подтвердить. Вот. Причём, ну, причём подтверждение вы ищете как бы во внешнем мире, вот, а не в себе. Справедливость – это, по большому счёту, оправдание для того, чтобы, вот, ну, позволить себе на что-то иметь право. Вот. То есть, как бы, справедливостью в данном случае вы, получается, оправдываетесь. Как будто бы. И это тоже такой достаточно, достаточно важный, как мне кажется, момент, потому что справедливость – это установка, я бы сказал, ригидная. Тоже. Тоже. Вот. То есть, она именно, вот, для чего-то нужна. Вам. Вот. Для чего она вам нужна, ну, большой вопрос. Вот. То есть, для чего, зачем она вам нужна. Вот. Это важный момент, на который вы, вот, скорее всего, не обращаете внимания. Вот. Хотя, это было бы здесь очень полезно. Вот. Конечно же. Конечно же. Присутствует… Присутствует… … … …эм… 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 не различает, не разграничивает себя и другого человека. Присутствует стремление определить себя за счёт другого человека. Такая тенденция тоже присутствует, то есть почему вас задевает то, что у него есть что-то, а у вас, грубо говоря, а у вас нет, почему вас это вот так задевает? Ответ достаточно простой в этом смысле. И связан он именно с тем, этот ответ, что... Именно вот... Решить... Проблематику собственной ценности вам невозможно сейчас... За счёт себя. Вот. Вы можете это сделать... Получается только... За счёт... Ну, за счёт другого. Вот. Вот, собственно, это, к моему большому сожалению, сейчас с вами и происходит. Хорошо ли это для вас? Нет, конечно. То есть это всё нужно корректировать. И... Работа... Работа... Ну, как бы вот... Работа с созависимостью это... Процесс... Процесс... Это... Такой... Процесс на самом деле... Достаточно длительный, потому что человек... Человек... Ага... Эм... Тяжело и сложно выходит из этого... Эм... 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 Тык... Эм... 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 Первое, на что... Здесь нужно обратить внимание... Это на то... Эээ... Вот... Что это было за... Ээ... 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 Когда вы были... Эээ... Ээээ... Ну... Ээ... Се... Ну... То есть какое это состояние, вот как бы себя с ним чувствовали. Чувство вины это тоже довольно часто состояние, с которым стакиваются люди, то есть чувство вины, подавленная злость какая-то. Вот, всё это имеет большую серьёзную власть над вами. Ну вот, к сожалению, и довольно полно не самостоятельно. Что-то вот по жизни самостоятельно вы как будто бы не идёте, боитесь. Страх может быть ошибкой, а страх, это может быть страх ошибкой, может быть страх чего-то другого. Вот вы говорите, в этом возрасте я уже никому не нужен. То есть вы хотите быть кому-то нужным. Что автоматически означает, что вы сами себе не нужны. Ну вот, это, ну вот автоматически, автоматически означает, что нужно самой себе, а интерес к самой себе у вас отсутствует. Ну и отсюда все энергии перенаправляются на другого человека. При том, что то, как вы относитесь к себе, вы проецируете, переносите на других людей. Ну вот, как бы учите людей, как бы учите людей к себе относиться. То есть учите людей отношения к себе. Ну потому что то, что делал в отношениях, в отношениях с вами мужчины, да, вы же ему такое, такое отношение к себе, получается, позволяли. Вот это и очень интересный момент. Наверное, вы надеялись и, наверное, вы рассчитывали на то, что человек изменится, на то, что человек станет другим. То есть это всегда вера в то, что другой человек изменится. Другой человек, но не вы. Вот. Вы сами как-то вот целиком и полностью ставите сюда в зависимости от другого. Почему? Почему? Почему вы ставите себя в зависимости от другого человека? Как вы приходите к тому, чтобы ставить себя в зависимости от другого человека? Откуда у вас такое отношение к себе, мягко говоря, не самое лучшее? Вот на все эти вопросы необходимо найти ответ. И, конечно же, прорабатывать травмы, проживать травмы, которые у вас имеют место быть. Культивировать в себе чувства другого рода, которые вы не замечаете в себе. Вот все эти вещи в общем и целом нужно делать. И тогда потихонечку ситуация будет, конечно же, выправляться. Вот. Сейчас она, как вы понимаете, оставляет желать лучше. Вот. Если качество вашей жизни достаточно сильно, по вашим ощущениям падает, да, то есть если вы чувствуете, что качество вашей жизни упало довольно сильно, вот, то можно обратиться в принципе, чтобы вам выписали соответствующие, поддерживающие препараты. Вот они никак, они никак проблемы не решают, вот, совершенно, но, по крайней мере, позволят вам получить необходимые ресурсы для психотерапии, вот. И необходим психолог, вот, который бы помог вам на этом пути становления себя. Да, в первую очередь научению интереса к себе, да, то есть вы сами огромный большой мир. Но почему-то вы это все вот сводите к ценностям в другом человеке, к благам и так далее, вот, не к несправедливости. Вот. То есть спасите это объектство за, ну, за разрешение. Вот. Разреши мне быть достойной, разреши мне, не знаю, быть красивой, разреши мне быть любимой и вот все в таком, все в таком духе. К сожалению. И пока вы находитесь в этой вот, ну, такой, получается, просящей позиции, да, вот. Ну, конечно, конечно, ситуация не изменится, а, бро, с чего, с чего, с чего, с чего, с чего, с чего, где меня, вот. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи, действительно изучите самостоятельно тему созависимости и треугольника Картмана, как подсказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, вам это будет, вам это будет полезно. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Сформулируйте, пожалуйста, какую и всем вы хотите получить помощь, это очень важно. Удачу!